Новый клип Ларина взорвал тренды YouTube. Сливки Шоу провел необычный эксперимент. Марьяна Ру теряет фанатов. Виноват ее парень Фейс. Если ты не хочешь, чтобы у тебя был такой уровень английского языка, Владимир! Да, Путин! Да, это хорошо. Заходи на канал English Так Просто. Здесь ты найдешь обучающие и развлекательные видеоролики. Подписывайся на канал, все ссылки в описании. Всем привет! Вы на канале YouTube Тренды. Ты уже поставил свой царский лайк? Я думаю, мы на Изи наберем 30 тысяч пальцев вверх. А самые активные комментаторы попадут в начало следующего выпуска. Новый клип Ларина возглавил тренды YouTube. Новость, конечно же, хорошая, ведь сейчас блогер проживает не самые лучшие времена. YouTube по-прежнему не находит его канал по запросу Ларин. И с нежеланием рекомендует новые видео даже подписчикам. Добавим к этому еще тот факт, что он сломал руку, что замедлило монтаж клипа. Я уже посмотрел клип, качество съемки и режиссерские решения приятно удивили. Но вот читка до сих пор хромает. На часах 23 я на шаг от 30, плевать, куда идти. Типа как Юра дуть, дуть, дурь, с двух рук, или тут подрать сук, или будто Гагарин улететь. Смотреть на звук, 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 сойдет все строг. Я не Андер, не гангстер, но на юбилей я улетел в Амстер, но на юбилей я улетел в Амстер, но на юбилей я улетел. На часах 23 я на шаг от 30. Забавляет то, что Ларин побрился на лысо. Но истинные фанаты знают, что блогер уже использовал такой образ на старте карьеры. С вами пока что еще Ларин, и я знаю, о чем вы подумали. Какой же унылый у него диван. Ларин уже не раз говорил, что музыка он занимается, потому что ему самому это нравится. Он уже не делает бессмысленные диссы или пародии. Минимум дизлайков на клипе говорит о том, что большинству реально зашло. А тебе понравился клип? Неделя роликов реакция на клип Ларина объявляется открытой. В этом году новый клип обещал выпустить еще и Соболев. Так что скоро мы узнаем, кто победит в этой битве титанов. Успех клипа Ларина гарантирован. Ведь даже новый клип Марьяны Рос за две недели набрал 10 миллионов просмотров. Но, к сожалению, у Рожкова получила почти 30 тысяч дизлайков. Это не единичный случай. Все ее новые видео имеют плохие показатели оценок. Есть несколько причин, почему ее канал утонул в дизлайках. Во-первых, полтора месяца назад она объявила об окончании карьеры блогера. Чем очень сильно обидела фанатов. Я вас очень сильно люблю и... Прощайте. Совсем юные зрители даже плакали, ведь уходила целая легенда. Во-вторых, окончание карьеры не мешало ей выпускать новые видео, в которых была размещена реклама. Ну серьезно, даже в последнем прощальном видео была реклама. В-третьих, недавно Гурам сделал разоблачение Марьяны Ро, где по полочкам разобрал все косяки юной блогерши. Он обвинил ее в неискренности. Я имею вот это все благодаря ему. Все, что я имею сейчас, это все благодаря вам. Как вы знаете, я недавно закончила карьеру блогера. Поэтому я буду снимать снова на ютуб, вы будете снова видеть мои ролики. Продажности и отсутствие культуры. А, это один, который вот этот, а второй, который вот этот. Не могу сказать, что меня это, ой, как жесть задело, потому что это глупость. Потому что это отсутствие воспитания. Лодка раскачивается. Недалек тот день, когда она снова запишет видео в стиле «Я устала», чтобы избавиться от кучи хейтеров. Марьяна как будто не понимает, что именно ее фан-база – это самое ценное, что у нее есть. Есть масса примеров, когда блогеры совмещают обычные видео с музыкальными. Но Марьяна, видимо, подавшись ажиотажу вокруг фейса, решила полностью уйти в музыку. По данным некоторых аналитических изданий, основной доход блогерши – это Инстаграм. То есть она вполне может снимать видео на канале просто потому, что ей это нравится. Но на данный момент ролики выходят только если заказана реклама. Что еще больше разрывает надежды фанатов увидеть неподкупный ролик. Как думаешь, есть ли будущее у ее канала? Пиши свое мнение в комментариях, я обязательно почитаю. А вот кто не изменяет своим фанатам, так это канал «Сливки Шоу». Недавно на нем вышла новая рубрика, где автор канала Юрий Янев вместе со своим котейкой Куки проверяет, что будет, если злоупотреблять с курением или часто выпить. Нет, этот эксперимент ставился не на Куки. Ведущий проверял опасность сигарет на специальном самодельном устройстве, состоящем из компрессора, банки и ваты. В общем, получилось подобие легких человека. Итог эксперимента оказался неутешительным. После того, как удалось курить 300 сигарет, вата потемнела и полностью пропиталась смолами, которые выделяются при горении сигареты. Но авейп реально оказался на 95% безопаснее. Итог опыта, как говорится, налицо. Легкие курильщика находятся в постоянном сопротивлении с редными веществами. И надеяться на то, что этот процесс никак не повлияет на здоровье человека, глупо. А ты куришь? Напиши в комментариях свой возраст и один из вариантов, показанных на экране. Новая рубрика не в новинку на Ютубе. Похожие эксперименты проводили и раньше, но сливки шоу уже успели обвинить в плагиате. На самом деле, в заимствовании идей Запада нет ничего плохого. Иначе бы мы не увидели просто тысячи видео наших видеоблогеров, которые являются годной адаптацией зарубежных Ютуб-шоу. Вот такие тренды разворачивались в последнее время на Ютубе. Не забывай изучать английский по ссылке в описании. В будущем ты будешь только рад, что начал именно сегодня. Обязательно оцени этот ролик и поделись им с друзьями. Будь в тренде и пока!